За время подготовки к региональному этапу конкурса «Учитель года России-2016» ни один из уроков, которые проводила Любовь Викторовна Голикова, в своей школе не пострадал. Она смогла найти время и на своих родных учеников, и выступить на этапах конкурса в других школах. Наверное, в этом конкурсе самый сложный, самый интересный этап – это всегда урок, который ты даешь на чужих детях. Он одновременно является очень трудным, потому что детей ты видишь первый раз, неизвестно, как они на тебя отреагируют, воспримут, не воспримут, поймут, полюбят. А здесь же важно почувствовать, чтобы у нас с ними завязался контакт. В то же время это очень интересно, потому что всегда, когда выходишь на другой коллектив, это совсем другая работа. Другие дети, кажется, свои дети уже такие родные, замечательные, а здесь другие дети. И когда другие дети идут к тебе навстречу, когда они тебе открываются, это очень приятно, это очень здорово. То, что мы нашли с ними контакт. Помимо того, что Любовь Голикова является учителем физики, она занимает должность классного руководителя этих детей, которые за годы общения с ней начали считать ее своей второй мамой. Вообще, я не думал, что люди могут так привязываться к своим учителям, потому что это вторая мама. Она прощает вообще все. Все, что мы не делали, все прощает. И помогает нам найти верный путь и идти по нему. А вот как ученики оценивают качество предлагаемых им знаний по физике. В этой школе, на самом деле, благодаря нашему учителю, она проходит очень интересно. На уроках мы не скучаем. Постоянно происходят какие-то новые эксперименты, которые придумывает сама Любовь Викторовна. Они помогают нам получше понять физику и вникнуть в нее. Никогда не знаешь, во что тебе попадет синоника, поэтому все может быть. Но с Любой Викторовной она преподает так физику, что ты уверен, что ты сдашь по-любому. Вот именно такое отношение детей и является лучшим подтверждением статуса учителя года. Если честно, наверное, к таким конкурсам готовится всю жизнь. То есть нельзя к нему взять и подготовиться за месяц. Ты работаешь, и ты готовишься к этому конкурсу. Большой акцент Любовь Голикова старается делать и на объединение детей, и на то, чтобы организовать не только рабочую, но и дружескую атмосферу. Недавно мы ходили в боулинг всем классам, и это очень сильно сплачивает. Как это вы так решили? Сами? Да, сами и не без помощи, Любовь Викторовна. Ученики также помогают своей учительнице, поддерживают ее на всех этапах конкурса. Ведь чтобы завоевать титул учитель года, нужно потратить много усилий. С поддержкой она чувствует себя более уверенно. И по словам ее дочери, которая также учится в этом классе, Любовь Голикова – большой профессионал. Она старается не поддаваться переживаниям. Я вижу, даже во время съемок, получается, ей удержать равновесие. Все на самом деле решают задачи, все серьезные. Как у нее получается? Почему ты думаешь, ты живешь ее ближе? Я не знаю, она не какое-то внутреннее стяжение, она привыкла, может быть. Она никогда не волнуется почти. Остается пожелать лучшему учителю года дальнейших профессиональных успехов и таких же благодарных учеников. Мы будем следить за развитием событий на следующем этапе конкурса «Учитель года России-2016».